У сельчан горячая пара Жатова. Одними из первых к уборочным работам приступили южные районы. Урожай по республике предстоит собрать немалый, с площади более 548 тысяч гектаров. Сейчас главная задача без потери убрать все выращенные сельхозкультуры. На этих полях уже приступили косовицы ячменя. Очень кстати пришлась новая техника. Ее закупили при поддержке республики в прошлом году. В крупнейшем муниципалитете хозяйства прогресс уже числится в передвиках. В целом виды на урожай лучше, чем в прошлом году. Все нас радует. Это происходит прежде всего из-за тех форм поддержки, которые в этом году нам удалось расширить. И за счет этого, конечно же, с одной стороны у нас повышается энергоемкость сельхозьмого производства. Ну и конечно же, это нам дает возможность сохранять качество убираемого сельхозьмого зерна. И тем самым обеспечивать продукцию высокого качества уже в процессе животновоза. Каждый год специалисты принимают решение о технологии уборки. Все зависит от погоды, степени зрелости зерна. На этот раз при косовице зерновых делают высокий срез, чтобы волки легли на стержень. Что позволяет продувать скос ветром и ускорить сроки сушки в дождливую погоду. Это напрямую влияет на качество урожая. Зерновые культуры скошены в 8 сельскохозяйственных организациях на площади 1000 гектаров. И в 4 сельскохозяйственных организациях, что составляет 4% от всего зернового клина. И обмолочены на площади 80 гектаров. В районе 11 высокопроизводительных жаток марки КСУ-1 и ЕС-1 и 74 зерноуборочных комбайнов. Вот видите, как вот здесь. Преимущественно марки Агрос. Средняя нагрузка на один комбайн – 317 гектаров. За первые дни скошено более 30 гектаров ячмени, 20 гектаров гороха. Параллельно идет второй укос трав и готовится почва для посева озимых культур. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.